Я просто знаю, что она очень любит, в самом деле, подарки дарить и говорить людям какие-то хорошие вещи. С ней все обращаются, с ней все советуются, она всем дает советы, она тоже пропускает через себя. Обязательно найдет место для себя, где она сама выразится, где ей обязательно поаплодируют. Она боец, конечно, боец. Она тот человек, который вслух никогда не признается и вряд ли что-то будет просить и так далее. Знаете, надо находиться рядом с ней и быть чутким. Сегодня у меня в гостях народная артистка России Клара Новикова. Редкая актриса на нашей эстраде, не только потому, что она очень талантлива, но и дело в том, что многие ваши коллеги, которые очень хорошо знают особенности разговорного жанра, говорят, что вы одна из немногих, которая может работать в одиночестве. Одна. Можно начну не по правилам? Вообще мы не начинаем с этого. Я хочу, чтобы об этом как раз, и немножко не об этом, а сразу, начал Роман Карцев, ваш друг или приятель? Ну, вообще можно сказать, что мы друзья. Друг, приятель. Друзья. Друзья. Слушайте. Я считаю, что вообще женщинам нельзя быть на эстраде одиночком. Нельзя. Я бы их не допускал, кроме Клары. Потому что женщины не должны заниматься юмором. Я Роме верю. Я хочу думать, что да. Потом, знаете, я всё-таки не один день уже на сцене и в одиночестве. И, наверное, этими годами я и доказала, что можно столько лет быть на эстраде. Вот одиночка, то, о чём сказал Роман Карцев, это всё-таки сила и самодостаточность? Или всё-таки это неуживчивость, нежелание каким-то образом идти на компромиссы? Потому что коллективное творчество или хотя бы вдвоём, оно предполагает какие-то уступки? Нет. Мне интересно партнёрство на сцене. Просто так случилось. Так сложилось. Это на сцене? На сцене. А по жизни вы себя чувствуете всё-таки одиночкой в большей степени? Индивидуальностью? Отдельной? Нет. Мне очень сложно было бы жить без семьи и не знать, что у меня никого нет за спиной. Нет Юры. Но я... Ну, он всё равно присутствует в моей жизни. Мне часто говорят, что ты замуж? Слушай, ты ещё вполне могла бы ещё... А замуж? Для чего пойти туда? Замуж? Чтобы что? Это нужно, наверное... Нужны какие-то, наверное, силы. И, наверное, такое желание узнать этого человека или быть с ним рядом. Но я не нахожу такого, и меня не находят. Потому что и меня не находят. Это же всё взаимно происходит, правда? Вот. Вот. Я не одинокий человек. Хотя я бываю подолгу одна. Вот. Вас называют очень часто мастером смеха сквозь слёзы или слёз сквозь смех. Ваша судьба, ваша жизнь, она больше всё-таки смех сквозь слёзы или слёзы сквозь смех? Ну, я вытаскиваю себя из всех ситуаций благодаря тому, что умею высметь. Ну, тогда начнём первую главу. Я хочу, чтобы сначала о вас сказала Надежда Бабкина. Народная артистка России. У Клары непростая судьба. Это всё понятно. И я так полагаю, что она про себя всё расскажет. Но она всегда дружит с головой, слава тебе Господи. И у неё хорошее чувство юмора не только на сцене, но и в жизни. Она всегда в компании человек, не скучно сидящий. Мне очень нравится, как она себя подаёт. Мне очень нравятся все её стилистические направления. Она так выглядит шикарно всегда. Она придумывает какие-то прибамбасы на ней всегда находятся. Всего много, как будто капуста, да? А на самом деле так круто, стильно. Клара любит делать подарки, кстати сказать. Просто так. И она очень внимательный человек. И я рада, что могу сказать о ней вот так вот, чтобы вселюдно признаться Кларе, что я её люблю, ценю, уважаю. И желаю ей бесконечного терпения. И всё-таки получать от жизни радость и удовольствие получать от того, что она делает. Терпение-то почему вдруг на первом месте? Я не знаю. Но, наверное, случаются в моей жизни всякие ситуации. И достаточно часто. О которых она знает, да? Нет, но она знает. Она была внутри каких-то историй. Ну и потом как-то у меня так получилось, что то деньги пропали в мастербанке, то затопило квартиру у меня, то ещё что-то. И, конечно, все подруги мои знают об этом. Ну и что? Я теперь живу в неотремонтированной квартире. Да, потому что... В пропавшими деньгами? Да, так живу. И я с этим тоже смирилась. Ну да, пока так. Поэтому, может быть, Надя и говорит о терпении. Роман Карцев. Народный артист России. Я вам скажу три вещи. Первое. Клара очень профессиональный человек. Очень профессиональный. Она всегда хорошо выглядит. Она всегда сидит за час, за два до выхода. Она очень волнуется, когда выходит. Она работает с автором. Она работает с режиссёром. Что на эстраде это просто противопоказано, как мне кажется. Вторая вещь. Я вам скажу, что я всегда её считал хорошей актрисой. Недавно совсем, я года два назад посмотрел спектакль её. Я не помню название. Под любовь какая-то стариков. Лёня Каневский и Клара. Я шёл как-то... Они в Одессе работали. Я шёл немножко предвзято. Думаю, сейчас начнётся тетя Соня, которая мне никогда не нравилась. Клара, извини меня. Я тебе это говорил. Ничего подобного. Прекрасно она играла, как большая актриса. И третье, что я хочу сказать о ней. Она очень хороший человек. К Кларе можно подойти всегда. Она очень добрая. Она всегда всем что-то дарит. Какие-то подарки. И она очень активная. Она всё время всем интересуется. Ну, как женщина, во-первых. И как человек любознательный. Ну, очень так все трогательно говорят. И Рома в том числе. И что он тетю Соню не любит, я тоже с ним согласна. Он её никогда и не видит. Рома вообще немножко категоричен. Что касается... Это приходит с возрастом. Да, наверное. Но мне очень дорого, что вот Рома говорит, что всё-таки я профессиональный человек. То, о чём начал говорить Роман Карцев по поводу вашего спектакля и вашего партнёра Леонида Каневского. Сейчас будет он говорить. Кларке громадная душа. Это очень опасно для здоровья. Вот поверьте мне. Потому что она всё пропускает через свою душу. Понимаете? Через сердце. И всех помнит, и во всех заботится. Вот о своих близких, знакомых, друзьях. Мы куда-нибудь летим, то в самолёте через 5 минут после подъёма накрывается стол. Причём не просто накрывается стол, а ещё ингредиенты для подливки, ингредиенты для салата. Всё это делается. И всё это Клара. Холодильник – это её постоянный атрибут, потому что она должна это всё ещё угостить. Этого, 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 этого. Она страдательная личность при всём своём комизме. Женщина, которая на плече, которая в грудь, которая принимает все страдания и жизненные коллизии соседей, друзей, знакомых. Вот Кларка такая. Сейчас плакать буду. Трогательно очень. Страдательная личность, как говорят. Ну да, ну и, конечно, переживаю я. А Лёня, видите, как впервые я это слышу от него. Мне это очень приятно, потому что мы очень хорошо знаем друг друга. Вы знаете, всегда говорят, что мы хотим быть отдельными от родителей. И при том всё равно либо повторяем сценарий их жизни, либо существуем абсолютно по антисценарию. И чем больше мы не хотим походить на них, тем больше мы становимся похожими. Вот и достигаем какой-то обратный эффект. Вы хотели быть похожи на маму? Вы хотели, чтобы у вас был такой муж, как ваш папа? Папа был очень жёсткий муж. И папа был жёсткий папа. Мама так ему подчинялась папе. Она себя подчинила папе. А как они нашли друг друга? Вот ваша мама тихая, подчиняющаяся? Да. И папа, насколько вы уже начали говорить, жёсткий. Тогда, когда они нашли друг друга, мама ещё была ого-штучка. Конечно, мама работала во время войны проводником вагона, который возил обмундирование на фронт. И мама рассказывала мне страшные вещи. Это была такая очень непростая жизнь. Моя маленькая... А сколько ей было лет тогда? Мама была юная тогда. Вот она, когда вывезла всю семью, ей было совсем 20-21 год. Всех братьев, всех сестёр, всю огромную семью, как у евреев говорят, межпуху вот эту всю, вывезла в эвакуацию в Казахстан. И, может быть, они все и там и выжили, потому что мама их как-то опекала. То есть она очень сильная тихая? Она была сильная. Но, видимо, влюбилась в этого человека. Это была любовь настоящая у мамы с папой? Я думаю, что мама его любила. Она ему подчинялась. Вот она абсолютно... Даже когда ей было очень тяжело с папой, и там у папы появлялись какие-то тётки, она делала всё то, что он хотел. Она готовила так, как он любит. Она всё делала, как папа хочет. Куда же делался её характер? Подчинилась. Так любит папа, так хочет папа. Мы садились за стол ужинать, и мы ждали папу. Нас не кормили раньше, чем папа приходил с работы. Папа был главой семьи. А кем они работали после войны? Мама не работала. Когда появилась я, она вообще не работала. Она была домашней хозяйкой. Папа уже потом работал в магазине. Был продавцом, постом стал директором этого магазина. Был невероятно, ну, как вам сказать, справедливым социально так, что просто дурно. Я не знаю. Ну, никогда у нас не было телевизора, потому что... Скажите, вы хотите... У меня-то ощущение, что у людей, которые занимают такие должности, нет проблем в семье ни в одежде, ни в дефиците. Не было бы у других. Может быть, и не было. А у вас было. А у нас было. Мы одевали то, носили, что приносил папа. Баба считала, что мы должны так одеваться. Почему? Папа так считал. Я вот эти три кошки с резиночкой, вот эти вот, я носила уже, мне было так стыдно, потому что уже в классе никто этого не носил. Я поднимала их, чтобы никто не видел. Папа считал, что мы так. Я не понимаю. Ведь желание баловать своих детей, давать им лучшее из возможное, делать подарки жене, это же нормально для мужчины. Это нормально, но это держалось всё в строгости. Потому что иначе они чёртю кем вырастут. Папа воевал, да? Да. Он прошёл войну, он воевал в Сталинграде. Насколько я знаю, он был контужен. Да. А, как правило, эти люди меняются очень сильно. Они становятся и эмоционально неустойчивы, и агрессивны. Бывали моменты, когда вы боялись отца? Конечно, он мог ударить, и он ударял, он бил. Он наказывал нас так с братом. Он мог ремнём таким солдатским по попе. Вот в такой момент вы жалели себя или его? Нет себя. Мне было жалко себя. И вы его прощали. Я его прощала. Посмотрите, вы и сейчас о нём столько говорите, и во всех интервьюх всё равно, всё время так или иначе вы рассказываете о нём. Вот ощущение, что ваши отношения с отцом, они до сих пор вас как-то не отпускают. В хорошем смысле? Или всё-таки чего-то вы ему не можете простить? Нет, я думаю, себя не могу простить. За что? За какой-то момент. Когда папа уже остался без мамы. И я не знаю, что произошло. Опять-таки я это не могу понять. Я приехала на очередные гастроли в Киев. Мамы уже не было. Была женщина рядом. Две женщины, которых я там держала рядом с папой. Он был всегда ослепительно чист, ослепительно ухожен. В квартире была сумасшедшая чистота, как это было с мамой. И я пришла очередной раз с подарками, с корзинами еды. И вдруг эта женщина, которая была рядом, говорит, Борис Зинович, Клара, приехала. Я позвонила в звонок, и она меня увидела в глазок. Клара, приехала. Мне открылась дверь, и папа вдруг с палкой, он опирался, ходить было тяжело, ему всё-таки было много лет, он опирался на это и кричал, не пущу. И это был не просто крик, это был, знаете, какой-то из него не пущу, это был какой-то гортанный вот оттуда, вырывающийся какой-то, не пущу в дом. И я думала, что он шутит. Я не поняла, что это. И когда я вошла, и он с этой надо мной завис, я оставила и вышла, и думала, сейчас эта женщина выйдет за мной и скажу, что он... И она не вышла. А мне вечером на сцену. Я не понимала, что это. Вот с этого почему-то начался вот тот наш, самый сложный период нашей жизни с папой. он сказал этой женщине, что я хочу его отравить. Это было какое-то психическое. Но тем не менее, вы сейчас сказали, что вините себя в чем-то. А в чем? В чем? Объясните. Я не была рядом. Я хотела его перевезти в Москву. Я даже купила квартиру, где я сейчас живу. Вот где я живу сейчас. Я купила, чтобы перевезти папу и маму. Но они не перевезли. В одночасье не стала мамой. Папа без мамы уже не захотел. А в чем вина? Я не была рядом. Но вы делали все, что вы могли. Мне звонили эти женщины, которые сидели с ним до последней секунды и говорили, он уже не ест столько-то. Он уже столько-то. Он не хочет воды. Он, его уже нет. Потом оказалось, что он есть. Потом я каждую секунду была. Но я должна была рядом быть. Мне кажется, что рядом должны быть близки. А почему вы не были, если вы чувствовали? Не хотели. И вот какого-то такого разговора, который иногда бывает у родителей с детьми, который от чего-то освобождает. У вас его так и не было? Он не пускал меня в дом. И когда мне рассказали, спросила, какие были последние слова, что он что-то сказал, видимо, сидели эти две женщины и разговаривали о своем. И он, повернувшись к ним, сказал, вы мне мешаете умереть. И я поняла, какая это трудная работа для себя. Они разговорами мешали ему уйти. Они замолчали, его не стало. Вот, он ушел. Вот это, для меня это было так важно. Вот что он сказал, что последнее, что он сказал, что он говорил обо мне. Может, что-то я хотел передать брату. Нет. Нет. Вот с этим он и ушел. Поэтому мне это тяжело. Я не могу понять, не могу понять, что было причиной вот такой его агрессии по отношению ко мне. Но все-таки вот, действительно, агрессия. Вот он тяжелый был человек. Но мама, вот в эти моменты, когда он был не всегда справедлив с вами, она занимала чью сторону? Она была рядом с вами? Она была теплой? Она была рядом с вами. Она умела быть и с нами, и с ним. Она умела. Но вы с ней были близки? У меня была такая, такая для моего счастья, для моей такой отдушины, была учительница Фаина Соломоновна Ковалевская. Она была в художественном кружке, куда я ходила учиться чтению. Фаина Соломоновна стала моей такой духовной мамой. Вот, вот, все, что я могла не сказать своим родителям, я говорила туда. А вы ощущали себя все-таки в детстве какой-то другой? Вот, не такой, как все. Ведь, с одной стороны, в детстве хочется с тобой быть, как все, а с другой стороны, я понимаю, что именно не похоже сделать нас потом теми, кем мы становимся. Вот вы ощущали, что вы другая? Мне все время казалось, что я могу другое. Я могу другое. Я знала, что я стану актрисой. Я не знала, как. Я не могу вам объяснить, что такое было этому поводом. Но вы понимали, что вы красивы, и что вы талантливые. Мне ужасно стеснялась цвета волос. Я была рыжая, я боялась, мне было стыдно. Мне не нравилось, как я выгляжу, потому что рядом были девочки, которые такие красотки, как мне казалось. комплексы от родителей? Может быть, от родителей. Потому что я никогда не слышала от папы и мамы, что я хорошенькая. Или что я... Ты такая красивая девочка. Вот при таком количестве комплексов, вот этой неуверенности в себе, как я понимаю, откуда появилась тогда уверенность, что вы должны стать актрисой? Может быть, это как раз и было вот этим лечением. Лечением. Может быть, это как раз и было доказать. Я всю жизнь доказывала папе, вот он не хотел. Какая-то артистка твоё место в туалете кричать занято, он мне говорит. Да. И вот ты не поступишь, у тебя ничего не получится. Я хотела доказать, что я что? Я всё время ему доказывала. Никому больше. Себе, да, но папа узнает, пускай папа знает. Мама, ты скажи папе, скажи. Она ему, посмотри, там же был Райкин, который ей сказал. Там же был Утёсов, который ей сказал. Ну, она же не Райкин. Но вот вы в первый год не поступили, насколько я понимаю, в театральное, пошли на кинокопировальную фабрику и продолжали ходить в студию к своей замечательной фаине Соломонне. Там вы были другой, чем дома? Абсолютно. Меня там называли Дуся. За мной стали мальчики. Как-то... Я нравилась мальчикам, я это видела. И даже какое-то было соперничество. Понимаете, появилась какая-то другая жизнь за пределами моего дома. Вот. Там была одна история, а здесь совершенно уже другая. Вы сказали, что у вас там появились первые влюблённости. Я понимаю, что там появился, наверное, молодой человек, который выиграл это соперничество или нет. Ну, было их несколько, они по очереди выигрывали. Да. Были очень смешные. Но кто-то был серьёзный? Ну, тогда вот сейчас уже не кажется, что это могло быть что-то серьёзное. Вы поступили в эстрадно-цирковое училище. Да. И вы почувствовали немножко хотя бы, что вы освободились, что можно, предположим, влюбиться. У вас была там взрослая первая любовь? Там был мальчик, который нравился всем девочкам. По фамилии Роман Брандт. Актёр. Ну, когда мы учились вместе, он мне дико, он мне так не нравился. Он меня бесил. Хорошенький, красивый, сиденье, девки умирали. Мне казалось, бездарнее этого человека. Просто нет. Он не то, что он раздражал и бесил этот человек. Вот если он смотрит эту программу или когда-нибудь увидит её, пусть знает правду. Ну, пусть знает правду. Ну, я думаю, что да, он бесил, я его ненавидела. Вот если было какой-то, вот пренебрежение... Любовь и ненависть рядом. Да, ну, вот так и случилось. Вот. Если было какое-то пренебрежение, то вот этот Роман. Какая-то девочка была, которая там бегала за ней. Она такая некрасивая, мне казалось. Она такая гимнастка-гимнастка, акробатка-акробатка. И такая вся такая ломаная, такая ломаная. Вот у них какие-то возникли отношения. Ну, у меня это даже... Ну, я знаю, что Ромка бегает к Нинке. В общежитии там. Они в общежитии же все жили. Я дома. Я закончила эстрадно-цирковую, получила. Всех киевлян оставляли в Киеве. Меня не оставили. Меня отослали в Кировоградскую областную филармонию. И туда же отправили этого Романа. И мы оказались в одной концертной группе. И мы стали в паре с ним работать. В паре выходить на сцену, что-то играть вместе. И у нас очень стало получаться. Из-за вот этого человека, которого я терпеть не могла, я вдруг увидела, что он... Ну, он отчаянно работает. Он делает какие-то монологи, номера. Все время в работе. Он был просто по уши в этой работе. И меня в тебя, и я хотела такой же работы. Вот. И какой-то вот это постепенно... Ну, у него были бесконечные тетки, девки какие-то. И вдруг возникли отношения. И возникли серьезные уже взрослые отношения. И я привезла его домой познакомить с папой и мамой. Понимаете, что такое? В такой мой дом, где такие папа, где такой папа, прийти познакомить. И я назначила... Папа назначил этот день. И приехала его мама из Черновица. Черновцы. Они жили в Черновцах. Приехала его мама, которая оказалась очень практичной тетенькой. Потому что первый вопрос, который она задала моему папе, где будут же дети? Надо им что-то отдельное в Киеве. У Ромы не было квартиры в Киеве. Папа сказал, знаете, что, уважаемые, пускай дети договорятся между собой, пускай мы увидим, что они хотят быть вместе, квартира потом будет. И папа очень правильно сделал, потому что в день, когда Рома должен был прийти познакомиться с моими родителями, он не пришел. То есть? Он не пришел. Он не пришел, не позвонил, ничего не сказал. А что с вами было? Шок. Я не понимала, что это. А я была беременна. никто не знал. Да, это такой первый мужчина, можно сказать, в моей жизни. Я была беременна. и я со всем этим пошла к Фейне Соломону. И она сказала, что мы должны вычеркнуть его из жизни. Так не поступай. Он побежал к своей Нинке в общежитие. Вот он ее увидел, и он ее не видел какое-то время. Он увидел, и он к ней пошел. К ней. И Фейна Соломону отвела меня к врачу. И после врача я пришла к ней. Не к домой, не к папе с мамой. К ней были... Они накупили фруктов, были корзинки какой-то. Меня кормили вкусно. И когда я приехала в Кировоград на работу, он привез туда свою Нину. И он не объяснялся с вами вообще? И он для нее придумал номер на сцене. Она на перекладине. Там что-то шар, который двигался от кольца на этой перекладине. Ее не любили все. Ой! Ее называли сопля в сахаре. Потому что она повисала на вот это и висела. Рома, сними! Рома, повис! Какая-то она такая совсем щупленький такой цыпленочек. И они расписались с ней. Вы долго приходили в себя после этого все. Я замуж вышла на зло. На зло? Да. Ну, на зло. Мне казалось, что это на зло. Не хотелось быть униженной. И появился Витя, который за мной стал ухаживать, что-то как-то мне... барабанщиками. Да, барабанщиками. И какие-то у нас возникли такие трогательные очень отношения. Витя был очень трепетным человеком. Дико хотел детей. Дико хотел. Очень хотел. И когда уже понятно было, что мы вместе, и я сказала, что мы распишемся с ним. Это не была любовь? Нет. Это была какая-то история двух людей. Благодарность за то, что он был внимательен ко мне. И у меня есть защита. У меня появилась такая защита. Он мог пойти сказать морду дать. В конце концов. И мы приехали из какой-то поездки. И директор филармонии, замдиректор, такой смешной человек. Смешной очень. Фамилия была Ели Советский. Его мы называли по-украински Ледвородянский. Вот этот сказал, я быстренько в ЗАГСе устрою. И нас расписали не за три месяца, как это положено было ждать, а за один день. Концертное платье стало этим платье. Кольцо мне отдала Нина. И вы взяли его? Она сказала, как иначе было? Ни у кого больше не было. У нас не было денег купить. А она сказала, я тебе отдам моё. У Витьки так и не было кольца. Но Витя любил вас? Витя вы не представляете, что это было. Он молился, он всё равно сильно выпивал. Когда он выпивал, он терял себя. Но его родители приняли? Нет, я же привела его в дом, уже когда он стал мужем. Нет. Я не вышла бы замуж, если бы я сказала. Я бы не вышла за Витю. Папа бы его выгнал из дома. Он знал, кто вам нужен? Папа считал, что должен быть тот парень, которого папа мне приведёт. У него был такой? Да, он приводил такого толстого мальчика, который учился в гражданской авиации. Тоже звали Рома. Смешно. Да, смешно. Или грустно. Папа привёл, мама устроила обед. Пришёл Рома со своим папой. И он очень толстый. И смеялся невозможно. Так не смеются. Простой он. Вот как-то он так смеялся. Мне это было так противно и ужасно. Потом папа уже поел и ел ужасно. И папа сказал, ну что дети, уже нас объединив, может вы пойдёте в кино? Рома, пригласи Глару в кино. И мы выходим из нашего подъезда. И я ему говорю, ты что, вот так и будешь ходить, куда тебя папа за руку водить будет, знакомиться? А ну вали отсюда, сказала я. И он повалил. Поэтому о Вите вы не говорили? Ничего не говорила, уже привезла пасфактум. И что? Ну я хочу, я привезла Витю и сказала, что это мой муж. Папа мечтал, что мой муж будет появиться в доме мужчина, с которым папа может выпить рюмку, посидеть, покурить, поговорить о жизни. Такой мужчина что был. Витя чуть выше меня ростом. Он сказал, что такие бывают мужчинки? И что такое бывает размер ноги? Ножка? Но мы все это преодолели. И уехали мы опять. У нас было счастье. Мы уезжали в гастроли. Нравилось папе, не нравилось. Но папа запретил маме, когда мы приезжаем с гастроли, и мы могли приехать ночью, куда самолет или поезд, откуда-то, не бывая дома месяцами, папа сказал, значит так, у них полка в холодильнике, и у нее там еда. Вот чтоб ты не смела подсовывать им еду. Мама нам, конечно, подсовывала всякую свою еду, но это папа делал не потому, что ему не хочется, чтобы я голодала, чтобы я вышла замуж, а потому он мне потом сказал, что ты жена своего мужа, и ты должна о нем думать. У тебя должна быть с собой еда, и ты должна знать, что ты должна накормить мужа. Вы говорили, что у Виктора был недостаток один, большой и достаточно. Он не отказывался от предложения выпить. Он отказывался иногда, но когда ему говорили эти же музыканты, ты что, подкаблучник, баба над тобой, он никогда не выпивал, ему достаточно было немного выпить. Как вы вели себя в этот момент? Ужасно. Он приходил ко мне на коленях просил прощения. Но с ним было все то, что бывает с пьяными людьми, когда они некрасивы, когда все противно рядом с ними. Это было все. Но он приходил. И я могла открыть в общежитии, где мы жили, в Кировоградской филармонии, я открывала Настю форточку. И его оставляла голым, чтобы он быстро уходил ночевать в другое место. Потому что я не знала, чем это закончится. Сколько лет вы терпели так? Восемь лет. После чего вы решили расстаться с ним? Я уже была в Москве. Уже был конкурс, и я выиграла его. Вы с ним были в Москве? Он приезжал. Он приезжал почти каждую неделю. И он хотел, чтобы я вернулась. А я понимала, что я не хочу возвращаться. К нему или туда? Я не хочу возвращаться в Киев. Другие концерты, другой образ жизни, другие сцены. Ну, как я могла? Концертный зал Россия, колонный зал Дома Союза. Клара, может быть, ну, честно говоря, может быть, вы поняли, что вы уже его переросли? Я поняла. Я понимала, что это всё. Всё. И мне казалось, что это, но всё-таки мне не хотелось его... Ну, я не знала, как это сделать, чтобы... чтобы... он это тоже понимал. И я приехала встречать вместо всех новогодних концертов в Москве, которые у меня было миллион, я приехала встретить Новый год с ним. И встречали мы у нашей Фаима Соломана. И там собрались все, потому что Дуся приехала, Дуся с нами Новый год, все друзья там. Витя пришёл, и он выпил. И все пошли курить на лестничную площадку. И Витька закурил Витя. И вдруг ни с того, ни с сего он меня ударил кулаком по лицу. У меня пошла кровь такая из носа. У всех был шок. Фаина Соломана тоже мне... И они тоже мне говорили, что он тебе не пара. Он тебе уже не пара. Ты должна это понять. А я не могла. Я не могла, это какая-то жизнь. Он был как моим ребёнком. Он ребёнок. Но вот когда это случилось, я поняла, что больше я не смогу. Больше не смогу. Я этого не потерплю больше. А уже к тому времени появился Юра здесь. Уже к тому времени у нас не было никаких таких... Мы встречались, мне было интересно. Он писал... Может быть, это была ревность? Может быть, он понял, что что-то происходит? Он мне никогда ничего не говорил. Он мне никогда ничего не говорил, что там у тебя кто-то есть, ты там ходишь там... Никогда. А может быть, он чувствовал? Никогда мы на эту тему не говорили. Никогда. И когда я уже вернулся в Москву, Юрка стал за мной Виктору. Юра приехал в ту квартиру, где я жила, сложил мои вещи и перевез их себе. И он говорил с ним? Нет, он меня заставил. Юра заставил при нем позвонить Вите и сказать, что я уже ему не жена. А если бы не появился в этот момент в вашей жизни главная любовь в вашей жизни, ваш муж Юрий Зерчанинов, вы бы рискнули подать на развод или бы так же все и... Я думаю, что это бы длилось. Это бы длилось. Я бы его прощала. Я бы себе говорила, что я не права. Я его оставила. Он в Киеве. Его мама без... Мама мне все время говорила, как он... А он еще жил с ними, да? Конечно. Нет, он еще жил с ними даже когда я с Юрой уже была. А потом он стал приводить баб. Теток. Вот в эту комнатку. Папа не хотел его очень долго прописывать. Потому что папа сказал, наконец у нас появилась квартира. И что бы ты... Я пропишу этого человека. Прописал. И прописал. И это человек, который клялся, что он никогда в жизни, как он посмеет посягать, он к этому не имеет никакого отношения. Посягнул. Посягал. И я построила ему квартиру. Дорого он вам достался. Да, дорого. Я построила ему квартиру, и он ушел. Он пропил все книги мои, всю мою библиотеку. Он жив? Нет. У него появились... Он спился. Но он спивался. Но никого не было рядом, кто бы его мог остановить. Мне его очень жаль. Мне его очень жаль, потому что он был очень хорошим человеком. Хорошим. Мы переходим к тому человеку, о котором вы уже несколько раз говорили. Да. Юрий Леонидович Зерчанинов, которого вы встретили. Я хочу, чтобы его представили ваши опять друзья, приятели. А муж у него был потрясающий. Я видел его несколько раз, но я знаю, он был очень интеллигентный, и он ей очень много дал. Она просто впитала много от него. Он мог ее и покритиковать, он мог ей сказать. Это очень важно, с кем ты, куда ты попал, во что. Поэтому я знаю просто, что он на нее повлиял очень сильно. Это очень важно, с кем поведешься. Это правда. Леонид Каневский. Это был совершенно замечательный журналист, во-первых, уникальный, скажем так, учитель. И, во-вторых, это был потрясающий зритель. И для Клары, и потом уже для меня. Он смотрел на спектакль много раз. Много раз. И он редко хвалил. Редко хвалил. Клару тоже редко хвалил. Тут он хвалил. Тут он говорил, что это все замечательно. И он был такой как бы за спине у Кларки, конечно. И в художественном плане, и в человеческом. Да. Это правда. Это правда. Вот когда же вы с ним познакомились, я так поняла, из того, что читала о вас, что он не произвел на вас никакого впечатления, дали более того. испугал. Он меня испугал. Как это произошло? Вот после конкурса артистов эстрады обо мне написали все. А в журнале «Юность», где Юра работал, был редактором отдела, служил, будем говорить, потому что это была не работа, это была отдача себя. Был такой отдел, назывался он «Дебюты». Такая рубрика. «Дебюты». Тогда Юра решила, что он посмотрит, что я делаю, и тогда напишет сам. Мне несколько раз позвонил, и я совершенно, вот знаете, обалдела от этого тембра голоса. Я его запомнила. С немножко такой, знаете, чуть-чуть на треснутом «Р», но чуть-чуть на кончике языка, вот чуть-чуть. Даже не «Грасиво», вот даже не «Грасиво», а вот чуть-чуть. И когда он мне звонил очередной раз, я узнавала, и как-то меня это тревожил, этот голос. И Юра, как раз у меня был концерт в МИИТе. Я его ждала, я сама опоздала. И я его ждала. И вдруг в лестничный пролет я увидела человека, который спрашивает, «А где можно здесь увидеть Клару Новикову?» Ему сказали, где-то она, «Я увидела вот с такими волосами человека, растрепанными во все стороны, какая-то у него не совсем уже была тут какая-то такая… — Лысинка? — Лысинка. И свитер до колена. И какие-то длинные-длинные рукава с выдернутыми нитками и с сигаретой. И когда я стояла, смотрела, думаю, «Не дай Бог, это тот человек, голос которого я…» Он меня так испугал, он был так некрасив с моей точки зрения, он был так страшно одет, он пошел меня провожать из МИИТа в Марину рощу пешком. И на нем было пальчишко, которое он привез из Лондона. Но оно было совершенно весеннее, легкое. Юра околел просто. И мы… Потом он, когда меня проводил в этот дом на Мариной роще, где у Марии Исааковны я жила, и мы долго стояли у батареи, потому что она мне запретила вводить мужчин в дом. И мы стояли долго в подъезде, и что-то он говорил. И мне было так это интересно. И я что-то о журнале рассказывала, что-то вообще. Мы долго стояли, долго говорили, просто говорили, вот просто. Не могли оторваться, наговориться. И Мария Исааковна, когда я поднялась, она говорит, где ты была, дырянь? Я говорю, мы… Вот меня провожал. Почему? Что ж ты мужика заморозила? Ты не могла на чашку чая пригласить? Ну, я говорю, вы же не разрешили мне, ну, такого мужика? Юра не приходил туда. Вот, и вдруг позвонили из Цедри и предложили мне два билета на 8,5 филини. И пойти мне было не с кем, я никого не знала в Москве. Нет. и я позвонила Юре, Юрию Леонидовичу. Просто пригласила его. Но он же вам вообще не понравился, даже физически. этот был тот же. А вслед за 8,5 филинией он меня пригласил на теле. И мы пошли. И выйдя после… Это тот же холод, та же холодрыга. И это уже какие-то несколько… у нас уже длится знакомство, мы уже встречаемся, по телефону разговариваем. Он что-то обо мне уже знает. И он мне после спектакля, он мне сказал, поехали ко мне водки попьем. Я ему сказала, «Как вы смеете предложить мне ехать с вами куда-то пить водку?» Он говорит, «Во-первых, не куда-то, а ко мне домой». Я говорю, «Водку пить? Да вы что?» Он говорит, «Ну и будь дурой провинциальной». «Будьте дурой провинциальной, Клара!» «Дура провинциальной!» И вот эта дура провинциальная у меня повергла и он увидел, наверное, что я как-то так смутилась. Он остановил такси, было холодно. Мы поехали к нему на удальцово. Я поехала. Мы приехали в квартиру. Это был ужас. Я не могла себе представить, что так люди живут. Это обои опавшие и уже которые жили на полу частично. Когда я вошла в ванную помыть руки, вся ванна была в таких бутылках красивых, которых я никогда в жизни не видела. Это бутылки, купленные в березках. Туда приезжали, наверное, брать, гулять. Его друзья. Такой был светский человек московский. А потом мы слушали «Джейзерс Крайз». Запиленную пластинку. Потому что я представляла, сколько он туда звал девушек пилить эту пластинку с ними. И между тем, мне было так интересно, мне было так интересно, это было такое потрясение всего того, что он говорил, что он знал, что он рассказывал свои впечатления. Он не хотел меня там покорить или, но он был таким человеком. Это было началом замужества. Вот это все. И он меня привел к папе своему познакомить, Юра. И встретил нас старый человек, папа Леонид Александрович. Оказалось, что у Юры вот недавно не стала мамой. И когда он мне это сказал, что вот папа старый после инсульта, я предложила, давайте приду что-нибудь приготовлю. А потом через какое-то время Юра папе сказал, что вот я буду жить там. Ну, я стала жить в этом доме. Ну, это был, конечно, ужас. Каждый раз какое-то потрясение. Какое-то мне... Значит, мы стали спать на маленькой комнате. Такая была у Юры очень широкая, большая какая-то кровать. И всю комнату она занимала, эта кровать. И как только я, я же не знала, я так плюхнулась туда, и она свалилась, вся развалилась. И это был такой мой шок. Оказывается, это был матрас, поставленный на пеньки. И вот разъехались эти пеньки. Была очень непростая жизнь, потому что папу надо было принять и Юру принять. А он вот в это время до встречи с вами он был совершенно свободен? Нет, у него была жена, с которым был в разводе. Тоже артистка. Одна жена у него была? Да, одна. А остальные были, ну, как бы, ну, официально не были жеными, но были разные. Он был на 17 лет старшиваясь, да? Вы переехали к нему, но долго вы были с ним на вы. Всё-таки разница в возрасте? Ещё Маша была у нас. Мы ещё были на вы. И вы были на вы? Да, я ему говорю, Юрий Ильич, не знаю. Вот есть люди, которым я никогда не могу сказать ты. Он всегда каким-то образом подчёркивал вашу разницу в возрасте. Нет, никогда. Я её не чувствую. И вы ничего. Ему хотелось всё-таки рядом с вами быть таким умудрённым папой, или ему хотелось быть молодым? Нет, он был эксцентричный, сумасшедший человек. Эксцентричный. То есть он у вас был моложе на 17 лет? Да, моложе был. Я уставала от его эксцентрии. Ему всегда хотелось что-то такое невероятное. Он человек игры, человек театра. Он жил в нём, этот театр. Он играл, что действует. Это тяжело рядом с человеком, который всё время что-то даёт. Всё время. Он же никогда, если что-то нужно решать, серьёзнейшую ситуацию, он её вначале вышутит. Вышутит, а потом уже решает. А потом уже как-то так. Поэтому они с Петром Наумовичем Фоменко были так близки. Самые близкие люди. И тот таким же был. А вы восхищались вообще? По-разному. Были разные периоды. Его интеллектом, его умом, его такой внутренней свободой. Он таким был обидчивым. Он мог так на пустом месте, скандальным мог оказаться. Вы начали жить вместе, когда вам этого было достаточно или всё-таки было очень важно, чтобы он вам предложил стать официальной женой? Не думала об этом. Вообще? Не думала. Клара. Нет. Послушайте, вам не было страшно? Официально ведь никто не несёт за вас ответственности. Вы в чужом городе. Я ещё не была разведена с Виктором. Но всё-таки вы поженились? Мы поженились тоже очень странно. Мы устроили дурацкую свадьбу. Это был пикник. Но это было радостно. Вы уже не думали, когда... Я думала о том, как покормить Машу, потому что было много людей. Это совершенно бытовое событие. Это было событие. Для него это было собрать друзей. Да, собрать друзей и удивить их опять. Потому что арбузы, дыни, фрукты. Это был так сентябрь, и это было такое пиршество всего. И он удивлял. Он всякий раз удивлял, не только меня. Вот в 46 лет у него появился первый ребёнок. Он очень изменился. Он был хорошим отцом. Он такой смешной, невозможный. Он всегда приносил не те продукты, не то, что нужно. Его легко могла тётка на рынке уговорить, что это самое свежее и самое лучшее. Мне сказала эта женщина. Он верил всем. Он был не приспособлен к бытовой жизни. Никак. Он ничего не умел. Это был ужас. Это был ужас. Тут он пыхтел. Одна за другой сигареты. Одна за другой. Тут он пыхтел этими сигаретами. Тут я пихтел. Тут маленькую дверь закрывали, чтобы не дай бог. Над Машей сидел дедушка, которому было 80 лет, и это первая внучка. Обожала. Это не то слово. Но и для Юры это был желанный ребёнок? Или это событие было какое-то... Он потом стал. Он потом не то, что обожал. Нет, ну всё равно занимался больше Маша, дедушка. Вообще могла бы мама, наверное, приехать ваша. Моя мама не приехала. Её не пустил папа. Пускай сами. Это я сейчас. Вот вы сказали, и я подумала, да, мама не приехала. Мы переходим к последней нашей главе. Они. Вы задали вашим друзьям в общем простой вопрос, который мы всегда задаём. Вот расскажите о вот этой паре, расскажите о семье. И вот послушайте, как они отвечали. Ничего не знаю. К сожалению, я знала, но так... Это не моя тема. Это тема Клары. Это её муж. Дальше. Почему такая реакция? Я не могу понять. Не могу сказать. У меня есть семья. Это правда. У меня есть дочь. Её муж. Дети. Но, наверное, я не сумела чего-то сделать такого, чтобы... Чтобы ты стала такой семьёй. Наверное, я что-то не сделала того. Наверное, не хватило моих и времени. Может быть, Маша как-то чего-то мне не может простить. Я не знаю. Я не знаю. Во всяком случае, всё, что я могла для них... Всё, что я могла делать материально, для них... Я понимаю, что... Это было легче, чем всё остальное. Понимаю. Вот материально дать денег. Маша даже иногда мне говорила, однажды сказала, тебе легче откупиться. Я это запомнила. Тебе легче шмотки какие-то привести, что-то ещё. Может быть, тогда, когда Маше нужны были мои советы, моё внимание и какая-то моя житейская какая-то... Какие-то знания может у меня не оказывалось рядом. Маша тоже была своя жизнь, какие-то своей любви, своей мальчику. Она рассказывала? Ну, я во всяком случае знала. Она не говорила. Подробностей некогда было. Знал больше Юра. Не то, что знал, переживал. Ну да, в школу водил дедушка, из школы встречал Юра, детский сад, ну вот так. А что было на вас? Всё хозяйство, весь дом, все покупки, все деньги, все зарабатывания, все... То есть в какой-то степени это мужские функции, организаторы и добытчики вот всего. Ну да, но Юра стеснялся ужасно. Это был его комплекс. Когда мы ездили куда-то, я ему давала денег, чтобы он не чувствовал себя неловко, вот я за что-то должна расплатиться. Значит, всё-таки Юра взял на себя вот какие-то и материнские функции. Он много сидел с Машей, так я понимаю. Ну да, был. Но я, уезжая на гастроли, забивала холодильник так, чтобы им хватало всего на неделю. Готовила ночью. И мне не важно, не сложно было приготовить всё самое сложное, что им хотелось. Но он вам был благодарен за эти вот бытовые? Он говорил об этом? Но вместе с тем, ты кухонная, кухонная идиотка. Или там, он говорит, он должен был всё. А почему вот эти вот, я понимаю, что это такая улажность, ласковая грубость. Идиотка, дура. Это было в его лексиконе. Грубость довела до такой степени, что он мог швырнуть и уйти из дома. Ты кухонная идиот, скандалистка. Вот и любимая фраза. Кухонная скандалистка. Если ты сейчас не прекратишь, я уйду. И уходил. И уходил. Он делал так, он одевался, стоял в дверях, топтался, ждал, что я его останавливаю. А вы не останавливали. Иди. Так ты, ты нас всех сейчас, мы встретим Новый год без тебя. Я знала, что он никуда не уйдёт, потому что он вернётся. Я знала, что он вернётся. Всё-таки вот, судя по всему, он был достаточно груб. Вы же человек очень сильный и самолюбивый, и горды. Почему вы позволяли? Нет, это, знаете, он вообще, все его друзья Юрины говорят, как ты его выдерживаешь? Как ты его столько терпишь? Я думаю, что вот это, не интервью, а вот эти фразы, наверное, об этом. Не знаю. И Наде, и Каневского. Как ты его терпишь? Юра, очень, он был очень вспыльчив, но отходчив тут же. Но вы могли его так же назвать дурак, идиот? Нет. Нет, я могла говорить, ну что ты за идиот такой, но это было другое. А сказать ему, я не могла себе позволить, что я так о нём не думала. Но как, я не могла ему сказать, скотина или там что-то такое. Клара, скажите, а всё-таки вот, это была та любовь, которая, понимаете, это и счастье какое-то, и проклятие, это когда ты её и ждёшь, и боишься, когда иногда она бывает разрушительна. Вы можете сказать, что вот это вот была безумная, безоглядная любовь? Нет. Поняла. Я не хотела бы, чтобы она была. То есть вы всегда стремились к какому-то равновесию? Нет, я не хотела, я боялась этого. Очень, потому что тогда я, наверное, бы отдала всё вот на заклане, и, не знаю, для меня важна была сцена. Вы сегодня так спокойно рассказываете о своей жизни, с одной стороны, а с другой стороны, в ней действительно столько драматизма и каких-то жизненопределений. И физически... Она уже не моя жизнь, она уже кино. Я просматриваю... Почти кино, почти кино. Я понимаю, что в какой-то момент вот эти вот какие-то психологические, физические, эмоциональные нагрузки, они каким-то образом наш организм заставляют давать сбой. Я хочу, чтобы Надя рассказала об этом моменте в вашей жизни. Она для многих является большим примером, потому что не всё так гладко. В жизни всякие ситуации бывают, и были у неё трудности такие, с которыми нужно было взяться, вот взяться, вот в кулак, сжаться и справиться. Мне позвонила Люба Гречишникова и сказала, Надя, у нас беда. У нас беда, у нас у Кларуськи серьёзные проблемы с самочувствием. Надо что-то делать. И вопросов нет. Едем к ней. Мы наварили жратвы по полной программе, приехали туда, куда особо не пускают, но мы шли в палату. Словно ничего не произошло, понимаете? Кларусик, в чём дело? Чё ты тут валяешься? Ну, подумаешь, это временное явление. Ты что, первая, ты что, последнее? Давай, напрягайся. Вообще так, улыбайся. Сначала поешь как следует. Давай поговорим о жизни. Давай, то-сё, пятое, десятое. И вообще, только лишь потому, что она поверила в свои силы. Это придало ей потрясающей совершенно уверенности и стремление выходить из этого тупика, жить дальше. Всё это теперь позади. Мы к этой теме больше не возвращаемся. Это было самое сложное в жизни для Юры. Это очень был тяжёлый период. Он бесконечно был с врачами. Он говорил с ними по телефону так, чтобы я этого не слышала, не знала и не видел. Он знал больше, чем я знаю. Мне было страшно. Я не хотела так болеть, чтобы они мучились. Я не хотела, я видела, что происходит. И мне очень жаль было Юру, который понимает, что может произойти. Поэтому я справилась вместе с Юрой. Он меня вытаскивал за уши просто. Рыжуля, всё в порядке. Вот. Это был огромный кусок жизни. Юра очень изменился после этого. Он меня просил, он говорил, Рыжуля, ну скажи, ну ты любишь меня? Спрашивал меня Юра, вот этот Юра, вот этот балагур, дуралей такой, знаете, ну сильный. И я говорил, ну если я с тобой, ты почему меня спрашиваешь? Я хочу это слышать. Ну если я с тобой, если вот сейчас я рядом, если, ну почему тебе нужно обязательно, чтобы я сказала? Ты же понимаешь, что я не могла. Я Юра не любил этих слов, он никогда не говорил. Он очень стесняясь говорил о своих чувствах. По открытую очень стесняясь. Он опускал глаза, он не знал, как это сказать, потому что когда по-настоящему, ты же не разбрасываешься, ты говоришь в самые потаенные моменты как-то. Вот. Я знаю, что в общем в такие моменты тяжелые по себе знаю, что как-то переоцениваешь свою жизнь в этот момент. И вот что вы сумели тогда понять? Мне кажется, что я стала мудрее. Я не знаю, что такое мудрым быть, но как-то по-другому. Мягче? Мягче. Может быть, по-другому оценивать себя и других, и рядом. Терпимее. Вот. Я стала терпимее. Еще терпимее к тому, что происходит. А вы поняли, что вы должны быть хоть чуть-чуть эгоистичнее? Да, поняла. В этот момент. Я поняла, что я должна быть эгоистичной. Вы после этого переехали в ту квартиру, которую когда-то готовили родители? Фактически, фактически я ушла. Но я не ушла. Можно сказать так, теоретически я ушла, а фактически я не уходила. Я все время была с ними. Я готовила им еду. Но вы ушли. Я ушла. Почему? Я устала. Я устала от Юрия. Он стал, Юра стал капризничать. Он стал топать ножками. Он считал, что никуда я не денусь. И последняя наша, наверное, тема. Вот при такой разнице возрасте с мужем в 17 лет вы, наверное, понимали, что рано или поздно вам придется заботиться о его здоровье. Он позволял вообще это вам делать или совсем нет? Он жаловался, когда плохо себя чувствовал? Нет. Он всегда говорил Рыжуля, я здоров. Я здоров. А я видела, что что-то происходит. Появилась история с сердцем. Мы пошли к врачам проверить. Сказали, нужна срочная операция. Срочная. Это может случиться в любой момент. Вот вы выйдете, может случиться. это надо очень серьезной операцией. Это четыре шунта и клапаны. И это не прижилось. Это начался сепсис. Он опять не хотел никаких врачей. Он встал на стул на балконе и сказал, что если я позову скорую помощь, он выбросится из окна. Из балкона. Мы его уговаривали. Потом, когда его везли, и его не хотела брать ни одна больница. Мне говорили откровенно. Почему? Только Рошаль. Леонид Михайлович сказал, значит, так, я договорился в Буткинскую, ты везешь его туда. Когда мы приехали туда, его приняли, его в реанимацию положили. У меня вдруг попросил Рыжуль. привези мне алые паруса. А я говорю, зачем? Я хочу почитать. Мне хочется алые паруса почитать. Конечно, Юра. Я привезла алые паруса. Шла безумно долгая операция. А потом он очень долго не мог прийти, не мог выйти из этого наркоза. мне врачи сказали, он здесь в порядке, мы с ним, вы сейчас ничем помочь ему не можете. Он должен прийти в себя после, выйти. И у нас театральный фестиваль на Дальнем Востоке и отправлены туда декорации и уехали туда. Актеры, мы уехали на три дня. Я решила, что я должна туда поехать, потому что, оставив здесь все, что я могла оставить, но я ничем не могла помочь. Вот я пошла на открытие этого фестиваля, готовлюсь, мне позвонили. Здравствуйте. Здравствуйте, вы Маша? Вы Мария Юрьевна? Я говорю, нет. А кто? Я Клара Борисовна. А вы кто? Я жена. Разрешите вам выразить свое? Я улетела. Ужас был в том, что мне казалось, если бы я его держала за руку и разговаривала, он меня слышал. И я, конечно, винила себя, что я уехала. Я не о нем подумала, которому так тяжело сейчас. Маша приходила, у него маленькие дети, Андрюша совсем маленький. Это я должна была быть рядом. Может быть, он что-то дал бы мне понять. Может быть, если бы я держала его руку, он бы ее как-то пожал или как-то что-то дал. Может быть, он что-то говорил или что-то... Никого не было рядом. Ну, что-то уж. день рождения и его день ухода, вот, мы собираемся. Я никогда о нем не забываю. Он с нами. Ну, вот. Ну, какие-то вот алые паруса и есть. Вот это и есть алые паруса. Я действительно понимаю, что нам очень что-то серьезное вас связывало, если вы были вместе. Так я подсчитала для себя примерно 33 года вместе. его уже пять лет нет с вами. Вот что вы ощущаете, что потеряли с его уходом? За что внутренне его благодарите? Вы считаете, что вы были при этом хорошей женой для него? Ну, конечно, со значением нет. Наверное, вот, благодарна ему за все. За то, что он был, за то, что он эту девчонку провинциальную такую, не испугался меня, не испугался того, что я моложе его. Мы орали, кричали, бесились, но понимали друг друга. Это такая жизнь, ее надо принять, какой ее принимала я и какой ее принимал Юра. Мы понимаем, что не можем мы жить друг без друга. Это самое ужасное, что произошло. И я думаю, что это некое вранье, однажды уже после всех этих операций он сказал, что у него была женщина, что одна женщина хотела родить ему ребенка. Это уже ему было столько, сколько ему было. И это уже было тогда. И он ждал моей реакции. я сказала, почему она этого не сделала. Я была бы счастлива, если бы у Маши появился братик или сестричка. Я была бы счастлива с ней познакомиться. Я была бы очень рада увидеть ту женщину, которая к тебе близка и тебе понравилась. Больше мы на эту тему не разговаривали. но когда я прощалась с Юрой в храме Касьма и Дамиана, я искала эту женщину. Мне хотелось понять, кто это. Кто из этих может быть той женщиной? Я бы к ней подошла. Может, она была, я не знаю, там было много людей. Но я искала ее. Мне хотелось бы, если это в самом деле, поговорить с ней о нем. В общем, если мы о Юре столько времени говорим, значит, есть что сказать о нем. Есть почему-то та причина, тот повод говорить о нем. Я это делаю с какой-то внутренней своей, конечно, благодарностью, потому что я могу повиниться. Спасибо, Клара. Вы знаете, уже в конце разговора хочу сказать, что когда я общаюсь с не очень близкими людьми, то почему-то все время чувствую, что я должна работать, задавать вопросы, искать темы какие-то, пытаться избежать пауз. И устаю ужасно от невозможности быть собой. И вот я уже говорила перед началом, когда я смотрела ваше многочисленное интервью, я понимала, что вы работаете тоже. Вы в какой-то степени боитесь вдруг быть скучным зрителем или интервьюеру. Вы хотите быть веселой, остроумной, и это тоже работа. И я вам очень благодарна за сегодняшний разговор, потому что, как мне кажется, что вы себя сегодня немножко отпустили, но забыли немножко о том, что вы актрисой, были женщиной сложной, мудрой, много пережившей, и от которой счастье все-таки иногда как-то несправедливо ускользало. Поэтому мне очень хочется справедливости. Пусть оно появится в вашей жизни уже надолго, и пусть оно будет таким, каким вы его хотите видеть, потому что вы сильная. Спасибо. Спасибо. Можно я скажу, мне сегодня было с вами очень комфортно, мы знаем друг друга немало времени, у нас большой круг знакомых, и мне не надо было выпендриваться, и мне не надо было стараться быть собой, я просто была с собой и все. Спасибо. То удача, то неудача, она все это испытала, она знает, что это такое, это важно особенно для человека, который занимается юмором, знать жизнь. У него такая фразочка иногда проскакивает такая, вдруг с грустью, ой, я не в обойме. Что-то не получалось, ой, я уже все, я потеряна, я отсюда, какой потеряна, господи, надо двигаться дальше. Глупышка, какая же обойма, обойма, это очередь, которую никто не замечает, а ты одиночный выстрел, так что забудь это слово обойма и не будь в обойме. Субтитры создавал DimaTorzok